Так, у нас три разных вида щита, давайте о них тоже расскажем. Раз, два, и вот тот и... Это плетеный. Это тренировочный щит. С этим тренировались новобранцы, по описанию Вегеция. Плетеный щит, деревянный меч. Но он как будто бы тяжелее и неудобнее, чем реальный. Ну, тяжело в учении, легко в бою. Меня понизили, друзья. Недолго пробыл в нормальных войсках, понизили меня до новобранца. Нет, ну, не то что новобранца, все, включая опытных ветеранов, тренировались с тренировочным оружием. Потому что настоящее, во-первых, дигма для тех людей имела священное значение. Это не просто рисунок, это атрибуты священные. Поэтому в повседневной жизни щит у нас закрывался чехлом, его носили в чехле, и дигму открывали только в каких-то торжественных случаях. Церемониал, выдача зарплаты, парад или в бой. Соответственно, дигму открывали только по торжественным случаям или в бой. А тренировались на плацу римляне вот с такими плетеными щитами, или похожими к археологии этих щитов у нас не дошло. Только письменные источники, что они тренировались с деревянным оружием и с плетеными щитами. По словам вегеции, они весили в два раза больше, чем нормальное оружие. Но, как вы видите и можете почувствовать, даже из ясеня, из очень плотного, он примерно такой же, все равно чуть легче, чем оригинал. Чтобы сделать это, по словам вегеции, в два раза толще, это должна быть вот такая огромная дубина. Да, а по археологии все найденные деревянные мечи, они примерно такие, небольшие. Поскольку, как я уже говорил, мы не нашли ни одного плетеного, не мы, археологи, не нашли ни одного плетеного настоящего тренировочного щита, мы сделали попытки, вот одна из них, это одна из самых тяжелых, потому что здесь присутствуют такие толстые деревянные каркасы. И все равно он даже легче, чем вот обычный щит. Или хотя бы примерно такой. Он не сбалансирован, так сидит, его просто держать неудобно. По весу он немножко легче. Сделать из прутьев вес в два раза больше, чем наборная фанера трехслойная, я не знаю, что нужно сделать, из какого там горбыля сырого его. Но, возможно, это опять же преувеличение, типа, как круто. Вот они тренируются, у них все в два раза тяжелее. У нас получается все примерно такого же веса, либо даже чуть легче. А это что за щит? Если вот это классический щит римского легионера, то бишь гражданина, называется скутум, то это более простая версия, называется клипиус. Это щит вспомогательных войск ауксилия. Плоский щит, набранный из теса, более простой, более дешевый и более приспособлен для работы с копьем. Кстати, в отличие от легионера, основное оружие вспомогательных войск – это копье. Соответственно, с плоским щитом гораздо удобнее и лучше работать копьем, когда вы стоите в стенах щитов, и щиты внахлёст вот здесь есть, получается, как у зубца кремлевской стены, вот такая выемка. Оттуда можно работать спокойно копьем. При этом при работе копьем у вас пол лица и голова справа вся защищены. Работать так со скутумом довольно неудобно. Скутум немножко для другого предназначен, для работы мечом в строю. Здесь уже как бы голову прятать проблематично за ним. Из-за своей формы у вас рука фактически постоянно за щитом. Это не очень удобно. Также на изображениях вспомогательных войск, ауксилариев, воинов часто встречается еще вот такой вот шестиугольный или гексагональный щит. Он встречается как у пехотинцев, так и у кавалерии. Это типично германская традиция. Такие щиты на изображениях трофеев пленных германцев. Есть археология, достаточно богатая именно на германские щиты, на вот такую оковку, которая говорит о его форме. Скорее всего, такие щиты использовали римские вспомогательные части германского происхождения. Продолжение следует...